Здравствуйте! С вами Нестеройч Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. В Варшаве снова сообщили о бомбе в самолете, на этот раз из Киева. Группу украинцев депортировали из Польши. Они планировали нелегально работать в Германии. В Польше, несмотря на коронавирус, растет количество кредитов на жилье. В Польше на антиковидном митинге полицейский избил женщину. Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры возмущены вопросами в общепольской перепасе населения. А теперь подробнее. В воскресенье в одном из городов Нижней Силезии была организована акция протеста под лозунгом «Поляк, иди с нами». Участники выступили против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Подобное событие произошло в этом городе две недели назад. Собралось около ста человек. Им противостояли правоохранители. После начала столкновений использовался слезоточивый газ. Во время манифестации полиция выдала 32 штрафа и 101 заявление передано в суд. Шесть человек были арестованы. Метод проведения вмешательства в полиции можно увидеть на записи, опубликованной в интернете. Полицейский несколько раз бьет женщину дубинкой. После применения силы она упала на мостовую. Затем офицер надел на женщину наручники. Другие полицейские не реагировали на ситуацию. Люди были не агрессивными, только полиция. Вся агрессия проявлялась, когда офицеры начали свои действия, сообщил свидетель происшествия. Ситуацию прокомментировал представитель полиции во Вроцлаве Камли Ренкевич. В Глогове было организовано нелегальное собрание. Что касается видео, оно показывает только фрагмент действий. Женщина очень агрессивно относилась к офицеру. Она дергала его и оскорбляла непристойными словами. Сотрудник предупредил ее о возможности применения против нее мер принуждения. Однако это не повлияло на ее поведение. Позже он применил дубинку. Женщина была обезврежена и задержана. У нас есть собственное видео, связанное с этим инцидентом. Мы их проанализируем. Спрос на жилищные кредиты вернулся. И сейчас он выше, чем в феврале 2020 года, сообщило Бюро кредитной информации. По сравнению с февралем 2021 года количество заявок выросло на 19%. Чаще всего люди просят о выдаче кредита на сумму в 315 тысяч злотых. Сразу после вспышки эпидемии многие отложили покупку своего жилья на лучшее время. Многие потребители также спокойно надеялись, что когда экономика рухнет под весом локдауна, отчаянные застройщики будут продавать квартиры по привлекательной цене. Мол, цены упадут, а кредиты станут более доступными. Но, как видим, этого не произошло. Кроме того, Польша хочет выдавать 100 тысяч злотых кредитной гарантии на покупку собственного жилья. Гарантийная программа – это неналичные деньги, которые мы получаем на руки. Власти таким образом планируют выступить поручителем для банка с первым взносом. Например, при 20% первого взноса на квартиру в 300 тысяч злотых мы должны оплатить 60 тысяч злотых. Если у человека не хватает средств на первый взнос, государство вступит поручителем для банка на эту сумму. Правда, пока правительство не опубликовало такого официального решения. Однако все детали должны быть озвучены в ближайшее время. Польские пограничники на границе с Германией задержали микроавтобус, в котором находились 8 граждан Украины. Возраст пассажиров от 17 до 58 лет. Днем ранее они въехали в страну, указывая цель пребывания – труд в Польше. Во время допроса на немецкой границе признались, что собирались работать в Германии. Работодатель в Польше проинформировал Стражграничную, что действительно изготовил для иностранцев разрешение на работу, ждал их, но до места выполнения работы они не приехали и с ними не было контакта. Во время проверки транспортного средства работниками Стражграничной было найдено 10 румынских паспортов. Румыния подтвердила, что выдала их, но на совсем другие данные. Водитель микроавтобуса признался, что купил поддельные документы за 100 евро в Украине, а остальные фальшивки должен был привезти в Германию за небольшую оплату. Как информирует отдел пограничной службы, водителя задержали. Открыто уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства преступления и началось следствие. Относительно пассажиров, то всем аннулировали визы. Иностранцы получили запрет въезда и решение о добровольном выезде из Республики Польша. Более 40 ЛГБТ-организаций направили коллективное письмо на имя главы Центрального статистического управления Польши с требованием внести изменения в бланк переписи для правильного отражения трансгендеров и так называемых небинарных людей. В бланке переписи в графе пол есть только мужской или женский, что по мнению заявителей не соответствует действительности и вынуждает лицо, которое сообщает свои данные, предоставлять ложную информацию, а это уголовно наказуемое деяние. Также есть претензии к разделу о семейном положении, где нет возможности указать сведения об однополых браках, которые в Польше запрещены, и поэтому такие лица опять-таки вынуждены предоставлять ложную информацию. Целью переписи должен быть полный сбор информации о демографической ситуации в Польше. Это невозможно, если трансгендеры, а в том числе небинарные, остаются исключениями, говорится в заявлении. Как выход из сложившегося положения, ЛГБТ-лицам рекомендуется не участвовать в переписи населения, пока бланк переписи не будет изменен соответствующим им образом. Общенациональная перепись населения стартовала в Польше 1 апреля 2021 года. Ответа на данное обращение глава статистического управления еще не предоставил. В субботу в Варшавский аэропорт имени Шопена поступила информация, что на борту приземлившегося из Киева самолета может находиться бомба. Информацию подтвердил представитель порта. На территорию аэропорта около 20.00 прибыли несколько патрульных машин и скорая. Соответствующие службы проверили достоверность полученной информации. Через три часа выяснилось, что тревога была ложной. Это еще один такой случай в апреле. Аналогичная ситуация произошла в пасхальное воскресенье, то есть 4 апреля. Тогда в столичный аэропорт поступила информация о потенциальной угрозе в самолете, прилетевшего из турецкого Стамбула. Эта информация оказалась ложной. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться. Продолжение следует...